Английский завтрак включает в себя цейлонский чай на цейлоне, несколько тостов. Все это должна приносить черная женщина в колонизированной стране. И особенность завтрака, что сразу после 12 часов мы едем смотреть на слонов. Кое-как мы переночевали в этом туристическом картеле, сейчас отправляемся на сафари. Нас накормили отличным завтраком в британско-колониальном стиле, с чаем, молоком, индийским чаем, которое нужно кипятить полчаса, чтобы как-то он там чего-то заварился. Вот. И мы пока еще живы, нас это радует. Всю ночь, пока спали, были какие-то шорохи за окном, все куда-то шепрушилось. Спали вообще чуть ли не в национальном заповеднике. Все квартиры шевелятся, где-то летают какие-то светлячки, ползают какие-то пауки, лазают какие-то ящерицы. Вот. Ну, хоть и утро порадовало. У нас были здоровенные тесты, тарелка полного хлеба и такой чисто английский фарфор, сервис такой для утренних британских чаепитий. Вот. На этом самом лютом рейнджер-рувере, может, в тракере, годов-то 50-х или 70-х, мы поедем смотреть салона. Салон уже предупрежден и оплачен. У нас за спиной находится та самая семья мафии, которая нас сегодня сняла и катает, и у которой мы дома спали. Главное, много улыбаться. Что не хочет с ушами? Когда ты улыбаешься девочке, она тебе улыбается настолько в 32, что такое ощущение, что она просто готова родить для тебя миллион детей и быть твоей наложницей всю жизнь. И от этого аж дрожь берет. Пока мы ждем, пока там ребята устанавливают нам тент и готовят ночлег. Повадки и всякую кухню и костер, я вам расскажу короткую историческую справку о Британии. Британия правила на территории Шри-Ланки с 1700, если я не ошибаюсь, 64-го года. Если ошибаешься, ты отрежь ему руку. Сразу после нидерландских ребят. И правила она здесь до 1853-го года. И, как мы понимаем, Британия в то время имела очень много колоний. Как на территории Индии, Шри-Ланки, на территории очень многих островов и... Соединенные Штаты. Что Соединенные Штаты? Это тоже была британская колония. Не подсказывай мне. И мы здесь размышляли, почему Британия все это дело потеряла. Мне вот что кажется. Просто в то время сбросить смс-ку на остров Шри-Ланка занимало порядка 4 месяцев. И то есть уровень отчетности здесь был реально хреновый по поводу управления удаленного, централизированного. Поэтому сюда прилетали корабли. Приплывали корабли с большим-большим талмудом инструкции. Там управление страной для чайников. То есть какому-нибудь человеку, колонизатору, он открывал книгу, статья первая. Если бабуин не хочет брать в руки кокос. Ну и бразды правления. Как только бабуины нормально начали справляться с кокосами и земледелием, они внезапно, видимо, задумывали, зачем нам британцы. А новая книга поступала ой-ой-ой, как медленно. И в результате не было выхода. И если я не ошибаюсь, в 1945-1944 году, почти под конец Второй мировой войны, Шри-Ланка сказала британцу спасибо во многом, всего доброго. И Британия не смогла ничего противопоставить против. Поскольку все ресурсы тогда были пущены, собственно, на Вторую мировую. И книжки еще не доехали. Да, и книги еще не доехали с 1853 года. Первые животные, которые мы увидели на сафари, были из семейства кошачьих. Это маленькая пума, маленький лев и маленький тигр. И кошка одна. Мы находимся в национальном заповеднике Ява-парк, в первом кабинете стоматологии для слонов. Здесь представлены широкий ряд протезов слоновьев-бивней. Сам господин Кук основал эту стоматологию, как средство поржать над браконьерами, когда браконьеры хреначат слона у того деревянные бивни, и с каким-нибудь маленьким камешком на конце, чтобы было попонтовить. Здесь мы видим бивень для реальных пацанов. Здесь мы видим надломанный попский бивень. С помощью этого бивня слоны уходят от налогов. Типа у меня поломанный бивень, и не бейте меня много. Там же мы видим запчасти от башки слонов. Особенно, когда они бодаются и что-то ломается. Они себе вставляют новый череп, новые мозги, к примеру. Или вон межреберная косточка. Это модель Тузка. На местном языке означает все-таки модель Клыка. Этот модельный ряд представлен больше для девочек из-за разнообразной цветовой гаммы, представленной от ярко-белого до темно-желтого цвета. Его часто подбирают под цвет ногтей у лапок самих слонов. По желанию клиентов, возможно, художественная роспись на этих самых бивнях и инкрустация стразиков от Сваровских. Да, сам вход в этот заповедник на нас на четверых вместе с гидом стоил 72 баксов. Но, в принципе, похоже, нас не то чтобы слишком поимели. Так, вот примерно так. Хотя мы думали, что вот так. Сейчас мы идем в нашу национальный парк. Сейчас мы идем в парк, и мы идем в парк, и мы идем в парк, и мы можем увидеть хорошие животные. Субтитры создавал DimaTorzok Так мы браконьерствуем и дырим из заповедника дрова. Дрова на завтрашний костер. По-моему, сейчас он нас будет бить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы в заповеднике и а-ля парк. На самом сафари смотрим на животных. Оказывается, здесь так много животных. Посмотрите налево, одни кабаны чего стоят. Совершенно не боятся машин мимо проезжающих. Или посмотрите, направо там какие-то мулы. В общем, парк обозил их животными. Это на самом деле удивительно идти. И совершенно относительно недорого. И мне совсем не жалко этих денег, которые мы заплатили. Мы видим слонов, но наш водила ни разу не фотограф. Он нас подвез со стороны против света. Кто же так снимает? Может, это слоны так подойдут? Я бы был не прав, да. Но модели терпеливые ждут и улыбаются. Смотри, ножку поставим. Вон, девочка какая. Субтитры сделал DimaTorzok Мы находимся в заповедной зоне. И, собственно, на территории заповедника, на самом берегу Индийского океана. Вид здесь абсолютно дикий, дичайший, дичайший. Здесь рука человека. Ну, конечно, она тут потрогала все. Но почти ничего старалась не менять. Здесь разве что дороги проезженные, а не проложенные. Сейчас за моей спиной где-нибудь обязательно будет сидеть павлин и ходить слон. Так принято, когда кто-то говорит, за спиной уходят павлин и слон. Ребята, слон! И павлин. И павлин? И павлин. Два из двух. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Два из двух. 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 У вас там и своей красоты сколько? Не такая. Но не такая. А вы сюда по путевке или так? А вы сами? Мы все никак не можем узнать, мы переплатили или нет? Конечно переплатили. Окей, кам кам. Всего доброго. Всего доброго. Спасибо. Здесь на Шри-Ланке настоящее видовое разнообразие даже среди людей. Здесь есть русские и немного шри-ланкийцы. И здесь случайно говорят видели двух немцев. Все остальное, как правило, нам попадаются одни русские. Русские кварталы, русские разговоры, русские люди. Очень много русских коргонов. Сейчас мы видим, как павлин показывает жопе самки. Дело в том, что павлины четко понимают, чего они стоят. И что самка в их жизни ничего не стоит. Поэтому каждый раз, когда красивый павлин видит самку, он показывает ей просто жопу. И дальше идет по своим делам. Такие традиции. Никакой эмансипации. Воложной — Курин, «Силеский». Знаете, меня всеgovаем. час уже в этой трясочке на сапаре, уже устали уши, жопы, спины, все устало уже, заколебали. Так что очень хочется увидеть какого-нибудь жопу бабуина, которого пожигает какой-нибудь дигр или лепар, и уже можно домой, потому что уже, в общем, невозможно выдержать этот дрип на сапаре на протяжении всего дня, по крайней мере, без ружья. Все вот эти ребята за моей спиной ищут там леопарда, он там есть, и мы его официально видели, но похоже с такого расстояния, они не могли его рассмотреть, похоже, леопард там просто прибит, или леопард из папье-маше, который далеко на дереве, который все фотографируют. Ну я видел, он двигался. Леопард из папье-маше с приводом. С сервоприводом. С сервоприводом. С сервоприводом. С сервоприводный леопард из папье-маше, последняя модель в Антрийского заповедника. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот и подошло к концу наше сафари. Сегодня мы прякали на 63 километра. В 4 часа мы ехали по американским горкам. Устали, как собаки. Зато мы увидели леопарда на горизонте. Мы увидели двух солов, которые купались. И одного зайца, который бегал за кроликом. Непонятно, чего от него хотел. Конец третьего дня. Мы сидим на берегу Индийского океана, неподалеку от заповедника Яллопар. Начался день в британском колон... Что-то по ноге лезво, ящерица какая-то. Начался стиль в очень колониальном стиле. Пришел Пушкин, зарывал территорию. Да, мы пили чай из фарфора английского. И у нас был полностью английский завтрак с тостов, яйцами, джемом и маслом. И мухами. В 12 часам за нами приехал наш ровер, который вы увидите. И забрал нас, собственно, поехать на сафари. Мы увидели один магазинчик, там, где продавалась вяленая акула. Но взять ее не решились, так как пивоса хорошего... В общем, не взяли ее. И поехали на территорию самого заповедника. Вечером мы ехали с мыслью, что мы переплатили. Но... По ходу событий оказалось, что, в общем, мы совсем не переплатили. Немного переплатили. Не знаю. Вот шикарный был день. Очень была сильная трясучка, но все равно мы видели кучу слонов. Мы видели... Кучу русских туристов. Кучу русских туристов. Наверное, больше даже, чем слонов. Кабанов. Всякой там утвари неверенно. Но самый шик, это получился вечером, когда мы в двухметровые голны пошли купаться на берегу океана. Песочек, костерчик. Теплый-теплый чай. У нас в стаканах теплый чай. Четырехпроцентный. А? Четырехпроцентный чай. Теплый чай. Да. Местные традиции, обычаи и все такое. Местные традиции. Местные традиции, ограничения. Местные традиции. Местные традиции.